Здравствуйте! В эфире программа 13 минут. Сегодня мы поговорим о вакцинации пожилых людей. Это важный вопрос и разобраться в нем нам поможет главный внештатный гириатор Министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Исаенко. Сергей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Когда говорится прививка для пожилых людей, какой возраст имеется в виду и почему эта болезнь так опасна именно для пожилых? Ну, если говорить о пожилом, то возраст пожилой считается это 60 лет и старше. Хотя четкой границы нет. Понятно, что одни люди стареют раньше по разным причинам, другие, может быть, попозже. Но это старше 60 лет. Таких жителей в Краснодарском крае более миллиона 200 тысяч человек. И эти люди имеют уже много хронических заболеваний, синхронно протекающих. Это, как правило, 3,4, иногда 5. И чем больше возраст, тем больше этих хронических заболеваний. Понятно, что они адаптированы, понятно, что они получают лечение, идет диспансеризация, идет лечение этих хронических заболеваний. Но вот сейчас, когда мы живем совсем в другом измерении, ведь мы уже больше года живем с новой инфекцией, неожиданная для нас это ковидная инфекция, которая во многом отличается от гриппа, к которому мы привыкли. И мы все время говорим о том, что мы должны защитить этих пожилых людей от заражения коронавирусной инфекцией. Это большая проблема, можно прямо сказать, как для самого пожилого человека, так и для медиков. Мы должны защитить их. Мы, смотрите, целый год пожилые люди находились в изоляции. Вот сейчас новый термин появился в гире-3. Пусковидный синдром. Это и те больные, пожилые люди, которые переболели. И вот то их состояние, которое сейчас, оно очень тяжелое, как правило, обостряется. Все хронические заболевания, их очень трудно лечить, стабилизировать. Мы сейчас этим занимаемся. Но еще появилась другая группа, на которой сейчас мало говорится, мало уделяется внимания. Это люди, которые, ну, грубо скажу, просидели целый год дома. Мы ведь в изоляцию посадили пожилых людей. На первом этапе, когда была высокая угроза их заражения, она и часто остается, то мы боялись, чтобы они выходили из дома, чтобы они меньше контактировались с близкими, чтобы вокруг них была стерильная обстановка, чтобы они, не дай бог, не заразились. Тем не менее, они заражались. Но многие не заразились. Но целый год сидеть дома, не выходить, не быть на свежем воздухе, не общаться с близкими, не общаться с другими людьми, не жить в социуме, это очень тяжелое состояние для любого человека, даже для молодого, для пожилого тем более. Он должен быть и на свежем воздухе, он должен двигаться, он должен быть в обществе. Поэтому вполне позитивно мы все встретились с тем, что были отменены вот эти ограничения 65+, что люди вышли и на работу, вышли в общество. Но это сделано тогда, когда появилась защита, то есть появилась вакцина. Альтернативы вакцины нет. Люди должны защищаться от новой инфекции. Во всем мире защита – это вакцина. Причем эта защита придумана не сегодня, не вчера, тысячелетиями назад она придумана. И уже она действует успешно, она показала себя, все результаты этой вакцинации они уже показали. Вот смотрите, мы в свое время хорошо изучали диалектический материализм. Помните, там единственная борьба противоположности, и все развивается по спирали на более высоком уровне. Вспомним, что было 100 лет назад, 1920 год, гражданская война, и после которой по России была инфекция везде. Она миллионы жизней уносила. И ведь тогда наши Луначарские, там Семашка, они придумали, что защиту, это все ограниченные меры, это вакцины. Была проведена колоссальная работа. Это профилактика, которая была. И мы победили в то время, голодные, в холод, но победили эту инфекцию. И когда была Вторая мировая война, ведь инфекции же не было, не было, мы победили. И после Второй мировой войны уже не было инфекции. Мы работали, мы медицином, мы лечили соматические заболевания. Появился рак, появились тяжелые инфекции, появились антибиотики. Мы начали лечить тяжелые состояния, не вызванные инфекцией. И мы отучились, разучились жить с инфекцией. Мы посчитали, что ее никогда не будет. И вот когда год назад она появилась, и неожиданно появилась, и вот с такими результатами, конечно, это заслуга наших властей и Краснодарского края, и Российской Федерации, что у нас развивалась профилактическая медицина, что у нас есть первичное звено, что у нас есть мощная бактериологическая служба. Вот эти институты, которые достались от советской власти, и которые мощные, они сохранились. Ученый потенциал, который в это время мог реализовать все те наработки, которые были и раньше, и сегодняшние. И вот они создали вакцины, которые уже успешно показывают свой результат. Вот в крае уже провакцинировано более 250 тысяч. Это первый этап, и более 150 второй этап. Министерство здравоохранения наверняка ведет статистику, подсчитывает количество людей, изъявивших желание пройти вакцинацию. Насколько ответственны в этом вопросе подходят пожилые люди? И здесь хорошо, что у нас отлажена работа. Я не буду сейчас уделять внимания, но упомяну, что мы ведь за последние пять лет в крае создана геретрическая служба, которой никогда не было. У нас открыт 71 геретрический кабинет, у нас более 300 геретрических коек, у нас все врачи-терапевты, педиатры обучались именно лечению пожилых людей в разном возрасте. И поэтому, когда стал вопрос о вакцинации, приоритет о вакцинации пожилых людей, он идет, мы на первом месте, мы понимаем, что надо защитить прежде всего пожилых. На сегодняшний день провакцинировано 136 тысяч, это 54% людей пожилого возраста. Сергей Иванович, а между записью и прививкой какое время проходит? Вы знаете, она разная проходит, все зависит от того, как человек... Ну, будем так говорить, это не больше месяца. По-разному бывает. Потому что все-таки прививка – это ответственный момент для каждого человека, особенно для пожилого. И он должен подойти к прививке здоровым. Потому что, как я уже говорил, очень много хронических заболеваний. И вот эти хронические заболевания, они не должны быть ни в остальной стадии, ни в стадии обострения. Можно и в стадии такой подострой. Но зачем, когда можно в спокойной обстановке. Поэтому, если пожилой человек, и он страдает определенными заболеваниями, его можно просто подготовить. Благодаря диспансеризации, сейчас и профосмотр открылись. Ведь у нас везде есть участковые врачи. Участковые врачи наблюдают свой участок, и они более пожилых людей. И они знают о каждом человеке пожилом максимально, что можно. У нас трудно представить, что пожилые люди были не обследованы и не имели целый паспорт своего здоровья. Это, будем говорить, даже та же карта, а в основном сейчас в электронном виде. Они проходят каждый год диспансеризацию. Все знают о своих заболеваниях, все знают, что они лечат. Поэтому человек к вакцинации должен подойти здоровым. Но ведь еще не потеплело. То есть вполне возможны простудные заболевания. Если не хроническая болезнь обострилась, а вот приболело просто. Что-то простудное. Ведь можно отложить на недельку, провести эффективное лечение, и через неделю пройти вакцинирование. У нас запись идет через единый портал госуслуг. Но всегда во всем это участвуют, весь пункт вакцинации. Но они все созданы на базе практически лечебных учреждений. Ну, таких, которые, ну, солидных лечебных учреждений. Это участковые больницы, участковые, ну, по месту жительства, которые обладают всем необходимым оборудованием, потенциалом, и научным, ну, я имею в виду врачи, которые знают, как реагировать при каждом заболевании, как лечить заболевание, как скорректировать, чтобы человек на вакцинацию пришел максимально, ну, будем говорить, все его болезни были откорректированы, и в итоге, чтобы он пришел на вакцину, получил вакцину, и чтобы у него не было никаких осложнений. Потому что осложнения бывают не связаны с вакциной, а связаны с тем, что заболевание, которое есть в организме, оно может как-то обостриться или отреагировать не так. — Скажите, как специалист, пожилые люди стали серьезнее относиться к этим вопросам, касающимся здоровья? Или все-таки еще мелькает русский авось? — Вы знаете, и пожилые люди, и вообще люди, я увидел изменения. Ведь мы же люди, нас надо убедить, русский такой характер, надо убедить, мы должны увидеть результаты. — Понятно, что идет большая мощная профилактическая работа, и пропагандистка, можно так сказать, говорится. Но мы видим результаты своих близких, когда близкие люди вакцинируются, и у них нет реакции. То, чем всех пугали раньше. — Вы же помните, чего только они говорили. В основном это интернет. Мы все разубеждали, потому что, ну я уже говорил, что у нас служба вакцинации, вообще наши научно-исследовательские институты, они имеют огромный опыт вакцинации, и вот эти платформы, на базе которых создаются вакцины, они уже апробированы десятилетиями, столетиями. — Поэтому создание вакцин, оно идет уже на том материале, который апробирован. То есть вреда организму не должно нанеститься, это минимизировано, а польза максимальная. А у нас просто мы никто не знаем, кто когда заболеет. Вот сейчас у нас по статистике более 100 случаев, да, каждый день заболевания. Ну, 104, 108, так. Это хорошая цифра по сравнению с тем, что было 200, да. Но все равно каждый день у нас диагностируется заболевание, и нам нужно бояться этих заболеваний. — Сергей Иванович, а вот есть уже какие-то цифры, как повлияла вакцинация на количество заболевших? — Ну, думаю, что таких цифр еще нет, это рано говорить. Но если в Крае началась вакцинация с сентября месяца, и мы только нарабатываем, потому что, посмотрите, ведь в Крае по официальной статистике проживает сколько? 5,5 миллиона человек, да, а по неофициальной их как минимум на миллион больше людей. А нам нужно провакцинировать как минимум 50%, да, чтобы, ну, а то 60-70, поэтому процесс еще идет. Но буду говорить, что, конечно, он идет, и самовакцинация дает уже результат, я уверен, и те результаты лечения, которые были, и много людей выздоровели, они уже имеют, ну, определенные титры антител, которые тоже помогают им не заболеть. Ну, и думаю, что все-таки определенная профилактическая работа, которая прошла, ведь мы за этот год изменились, мы стали более осторожны, мы научились, как нам сказали, научиться жить с ковидом, да, и часто обрабатываем руки, часто мы уже сейчас более ответственно относимся и к своему здоровью, и к здоровью близких. Поэтому комплекс вот этих всех мероприятий, он дает результат. Но, конечно, нам нужно как можно быстрее вакцинироваться, это однозначно. Насколько я знаю, Министерство здравоохранения края прикладывает все силы, чтобы обеспечить врачей, так как они находятся в зоне риска, вакциной, и также, чтобы вакцины хватало на всех остальных людей, особенно на пожилых. Скажите, но как вопрос ставится именно в информационном поле? Как эти люди узнают, что нужно идти прививаться, куда нужно идти, и, главное, в какое время? Ну, это, во-первых, есть и сайты Министерства здравоохранения, и каждой лечебной организации. Они в каждой поликлинике, в каждом пункте вакцинации, это есть определенный информационный сайт, определенный. И идет и в электронном виде, потому что сейчас идет, мы очень далеко шагнули в электронном виде, это электронная история болезни, электронные амбулаторные карты, электронные вот наши записи на прием, они же уже идут не один год, то есть уже народ и приучается в электронном виде, даже пожилой лиде, записаться на прием и не стоять в очередях. Хотя, если он пришел, ему никто не откажет, потому что если он заболел, ему некогда записываться. Но запись на прием, это уже не новое. В этом же электронном виде и идет информация населению, когда и как будет прививаться человек. Ну, самое главное, я считаю, это посыл должен быть идти от самого человека. Человек сам должен для себя решить, как он должен жить дальше. Вот сейчас наступает, заканчивается зима, заканчивается холодное время года, начинается теплое. Мы привыкли и ездить на дачи, мы привыкли отдыхать, мы привыкли быть в обществе, мы любим ездить по другим городам, к своим близким, другим. Мы любим передвигаться, мы любим общаться. А если ты хочешь общаться, ты должен не создать угрозу ни себе, ни другим. Поэтому мы должны думать и о себе, и о нем. Я считаю, что нужно максимально возможно прививаться всем. Это были 13 минут с Сергеем Исаенко, главным внештатным специалистом, гириатором Министерства здравоохранения Краснодарского края. Не откладывайте прививку и будьте здоровы!